Это еще одна история о том, как изобретали кино до появления самого кинематографа. И сегодня я расскажу о талантливом польском изобретателе Казимире Прошинском. В конце 19 века Польша являлась частью Российской империи. Ее территории называли царством польским, Привислинскими губерниями или Привислинским краем. Сами поляки использовали название Конгрессовка. Дед Казимира Прошинского владел фотографической студией в Минске еще с 1839 года. Отец был фотографом-любителем, а сам Казимир в свое время состоял в Варшавском фотографическом обществе. Казимир Прошинский начал экспериментировать с фиксацией движущихся объектов еще в 1893 году, будучи студентом в Лиеже. А в 1894 году изобрел устройство, названное плеографом, которое записывало и воспроизводило движущиеся изображения. Прошинский снял тогда несколько хронофотографических фильмов, запечатлев природу и быт, который демонстрировал близким людям. Однако его устройство не производило сильного впечатления, из-за некоторых типичных сложностей. Из-за проблем синхронизации пленки и вибрации смена кадров не была плавной, а картинка дрожала. Прерывистое освещение не добавляло четкости, а конструкция устройства была громоздкой и сложной. К тому же Прошинский был еще молод, неопытен как коммерсант, и ему не хватало серьезного источника финансирования. Постепенно Прошинский все же дорабатывает свои изобретения. Он решает переработать аппарат, разделив функции на два отдельных устройства. Камера — это собственно сам плеограф, а уже серьезно доработанный проектор он назвал биоплеографом. Биоплеограф был представлен в 1898 году в Варшаве для Совета Музея промышленности и сельского хозяйства и научно-популярного журнала «Вселенная». Спустя год, после ряда улучшений в конструкции, которые повысили качество отображаемой картинки, Прошинский снова демонстрирует устройство в Варшаве, выступив с докладом и показав ряд собственных документальных фильмов. В 1901 году для производства и распространения своих фильмов Прошинский организовывает долевое общество «Плеограф», которое принято считать первой польской киностудией. В 1902 году проходят показы фильмов Прошинского, но превратить свое изобретение в успешный коммерческий проект талантливый изобретатель так и не смог, и уже в следующем году общество «Плеограф» было признано банкротом. Пусть Казимир Прошинский и не смог закрепиться со своим плеографом. Это не последнее его изобретение в киноиндустрии. Нельзя не отметить, что именно Прошинский в 1909 году сконструировал первую ручную кинокамеру, которую он назвал автоплеографом, но более известную как аэроскоп.